МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это был полный кошмар. Я даже не понимаю, как такое могло произойти на самом деле. Подождите, подождите. Вы хотите сказать, что из книги выпал какой-то диск, на котором было записано заклинание? Да, я знаю, это звучит как бред, но это на самом деле было. Ладно, давайте остановимся на том моменте, где вы включили это заклинание. Что произошло дальше? КОНЕЦ Фух, пронесло. Что за шум? ЧЕРТОВЫ ХЕЙТЕРЫ Где это я? Что это? Эту комнату скоро заполнит ядовитый газ. Чтоб тебе ее покинуть, тебе нужен ключ. А чтоб получить ключ, тебе придется разделать свою PlayStation 2. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот черт, вот дерьмо, как ее вскрыть? О боже! О боже! А, блин, а че я туплю? У нее ж крышка так открывается. А вот и ключ. Ну я думаю, можно и покинуть эту комнату. Фух, ну наконец-то я выбрался. Теперь, думаю, можно отправиться домой. А раз сегодня в Хэллоуин, то сделаем вот так. Ну как же без этого костюма на Хэллоуин? И, конечно же, домой не поедем, не пойдем, а полетим на моем Хербус 2000. Я думаю, самое время отправиться распаковать три посылки. Погнали! Ух! Всем привет! С вами Герберт Вест, и это моя зловящая игровая распаковка и 17 выпуск. Такая распаковка у меня типа как спешл выпуск, и она у меня всегда выходит в октябре, 31 октября на Хэллоуин. Ну перед этим мне выходит, что посмотреть на Хэллоуин, ну заранее, перед Хэллоуином. А потом уже выходит и зловящая игровая распаковка прям на сам Хэллоуин. Сегодня у меня, как и всегда, три посылки. Я, правда говоря, не помню, чего и сколько я заказал, потому что, ну я не снимал распаковку уже, хрен знает сколько времени. То у меня посылка, телевизор придет разбитый, и у меня все настроение падает. То выходных нет, вот в октябре у меня, по идее, должен был быть отпуск. И я вообще планировал большой выпуск распаковки вот этой сделать. Но будет такой, не шибко большой, но все же будет интересный. Надеюсь, вам это понравится. Ааа, итак, что ж, начнем распаковывать. Начнем с вот этой посылочки, глянем, что здесь. Я уже заранее приготовил себе инструменты свои. Эту посылку я уже когда-то брал. Сейчас глянем, что тут. Так, не туда. Да. Я, как всегда, все по-вавровски разрываю. По-другому не умею. Коробки идут нахрен, улетают. А, ну вы, наверное, догадались, что это. Так, нет, не порезаться. Я уже сто лет этого не снимал и не открывал. Скажу, что это штучка для PS2. Она мне поможет сэкономить много мест для моей полки. Так, и это вот такая вот подставочка для PS2. А, вот такая вот получается подставочка на PS2. Это самодельная. Чувачок ее делает один на Авито. Стоит она очень дешево. Намного дешевле, чем оригинальная. И вставляется она. Сейчас покажу, как. Вот наша Сонечка. И так ты будилась. Во. Вот. И вот получается вот такая штуковина. Прикольная. Смотрится круто и компактненько. А оригинальная, насколько помню, она круглая вообще, в принципе. Вот. Вот так довольно-таки будет удобно. Ну, давайте приступим к следующей посылке. Начнем уже с игр. С трех. И я, как всегда, расскажу, сколько какая игра стоила. Ну, и типа того. Так, начнем с вот этой верхней коробочки. Глянем, что здесь у нас. Сорян, звук, наверное, тише, когда я микрофон отвожу. Потому что это другая комната совсем. Стол здесь немного ниже. Но все равно давайте. Буду открывать и микрофон поднимать. И с вами общаться. Так, ну давайте открывать ее уже. Здесь, по-моему, две подсылки на Xbox. Одна на Xbox 360, а другая на первый Xbox. Первого Xbox у меня нет. У меня только 360. Но эта игра, как мне уверяет, что она работает и на 360. Но сейчас проверим. Она очень редкая, кстати говоря. Еще разрезать надо. Так, это на Xbox 360. Очень редкая игрушка. Рвем, рвем. И выкидываем. Так. И это у нас игра пила на Xbox 360. Очень круто коробочка выглядит. С мануалом, я надеюсь. Да, он даже тут бумажки положил. Вот так вот оно выглядит круто вся. Шикарно просто. Ну-ка, дед сам не затрапан. Сейчас проверю. Ну, есть кодски, но не сильные. Это, конечно же, будем проходить скоро на стримах. Возможно, я уже прохожу. Потому что я снимаю сегодня 18-е число. Возможно, эта игра у меня будет в числах 25-х. Вот таких вот будем ее проходить. Ну, кто-то уже заранее будет знать, что у меня было на этой распаковке, кто их смотрит. Так. Теперь гляну мануал какого цвета. А, глядите-ка, мануал цветной. Вот такой. Это супер. Так. Ну, что могу рассказать про эту игру? Я пилу всего лишь смотрел одну часть, по-моему, седьмую. И то я ее смотрел из-за того, что там снимался вокалист группы Линкин Парка, Честер. Наверное, возможно, только из-за него смотрел. Ну, фильм мне понравился, прикольный. Потом вышла игра, и она чем-то напоминала Silent Hill. И я в нее играл. Там много головоломок, практически такой же сеттинг, все такое, две концовки. Ну, в принципе, она прикольная. Я на все две концовки проходил, правда, на ПК. Вот. Ну, вот сейчас будем, или уже прошли, на Xbox 360 версию. Хотелось бы вторую часть, но на нее такой ценник конский просто. Около 6 тысяч, там, 10. И как-то так. Ладно, давайте приступим к следующей распаковке игры. А это я пока отложу куда-нибудь вот сюда, в стороночку. Так, давайте вторую игру глянем. Потом, конечно, когда все мои вот эти игры раскроем, мы проверим их на телевизоре, как они работают, и тип того. Так, как тебя тут раскрыть? Хрена, тебя запаковали. Давай я тут разрежу. Главное, чтобы сангинский порезать и себя не порезать. Совершенно хорошо запаковали. Так бы мой телевизор, который я заказывал, запаковали хорошо. А то он пришел разбитый. Так, наверное, придется вырезать что-то, как я открываю, потому что это может занять очень-очень много времени. И тут непонятно, с какой стороны ее открывать. Сейчас я ее всю разорву. Бенц. А, вот. Вот так вот. Можно было с одной стороны только порвать. Так, ну это я. Вода не есть. Ладно, все. Перки короткие. Вот сюда. Бенц. Так, сколько это было, просто, играточнее стоило? А, я уже пакет разорвал. Ну ладно, коренский. И это уже было у меня на стриме. И такая группа у меня есть. И это Silent Hill 4 The Room на первый Xbox. Вот так он шикарно выглядит с этой стороны, с другой. Вот так боковая панелька красиво выглядит. Так, смотри. Как будто такое чувство, что я у того же человека заказывал, что и пилу. Слушай, у тебя диск очень красиво выглядит. И, это, давайте глянем, насколько он зацарапанный. Вот это самое было. Чуть-чуть. Я думаю, он будет работать у меня. Так, а что тут по мануалу? Вот тут два мануала каких-то даже. Так. А, ну тут просто, наверное, какая-то книжечка непонятная. И вот такой вот мануал. И, наверное, черно-белый. А, нет, глядите, как цветной. Цветной мануальчик. Прикольно. Цветной мануальчик даже. Их тут типа как два. И, слушайте, на Xbox картинка так красиво выглядит. Мне прям нравится. Что это такое? А, это у меня бутылка стрельнула от температуры. Так. По-моему, если будет слышно. Вообще, Silent Hill 4 это самый первый Silent Hill, который я вообще, в принципе, прошел. Не, в начале я увидел, конечно, первую часть. Но она мне как-то не особо. На то время я как-то больше по резидентам перся. А потом, что-то там вышло Silent Hill 4. И все так хайпили, хайпили, что я тоже решил пройти. Но я проходил ее без звука. У меня на компе колонок не было. Я был ребенком. Мне друг дал диск. И когда там игру до конца проходишь, получается. И там не работала, короче, дальше игра. Титры проходят, и все. И игра зависает. И ни бонусов, ничего ты не получаешь. И приходится перезагружать ее. А сейчас я на PlayStation 2 играю часто и с пидранью. Там за час 10, час 15. Неплохое, в принципе, время. Я раньше думал, что она длинная, но она оказалась короткой. Ну, эту версию мы тоже будем проходить на Survival Horror Show. Возможно, я пройду второй, третий, четвертый вместе. Или уже прошел. Ну, не знаю. Ладно, давайте откроем последнюю посылку. Игру. Глянем, что же там. Ну, тут все попроще. Тут продавер даже не позаботился, как об этих дисках. И я надеюсь, с ним все хорошо. Ну, зато продавец здесь конфетку прицепил к детску. Рикольно. Но он частенько, частенько их цепляет. Так. Бумажка от Валишка. Так, вот такая вот конфеточка. Я когда-то на этого продавца делал рекламу у себя в роликах. Но потом что-то перестал. Из-за монтажа. То, что долго заморачиваться. Все дела. И мало стал покупать. Но вот снова решил у него купить. Порадоваться. У него диски качественные все. Ой, у нас еще и запечатаны. И это игра Cold Fear. От создателей Lonsdark The New Nightmare. Ее выпускала Ubisoft. Так, давайте раскроем ее уже полностью. Так, смотрите-ка, она тут в этикеточке. Подожди-ка. А, я думал, это официальная соньки. Типа, этикетка нет. Это он сам запаковал этикетку. Так, глянем, что там внутри. Вот что это такое. Я такую чернику штуку еще не видел. Так, вот так выглядит диск. И вот так выглядит мануал. Так, диск сам как чистый. Ну, такой зацарапанный, конечно. А я думал, как новый. Ну, моя сонька прочитает. У меня же три штуки. Так что ничего страшного, думаю, не будет. Так, а мануал тут тоже запечатаны не вижу. Так, вот так он. Сзади. Впереди. Так, я хочу открыть его. Такс. Ага. Так. Ну, конечно. У-ху-ху-ху-ху-ху. Страница оторвана. Ну да. Ну да. Такой, если, конечно, мануал. Я-то думал, он будет целый. Но он тут порванный. Ну да ладно, я мануалами с ошибкой не пользуюсь. Пойдет. Пойдет. Три ужастика. Три ужастика на Хэллоуин. Колд Фир, вообще, я с ним познакомился уже, наверное, после четвертого Резидента. Я не помню, кто из них раньше вышел. То ли Колд Фир, то ли Резик. Ну, я слышал, что есть такой слух, что по типу Колд Фир или Резик сперли идею с лазером в игре. Но я думаю, это гон. Они практически в одно время вышли, там, в 2005 году. Что та игра, что другая. Не думаю, что за такой короткий срок, что кто-то что-то мог у кого-то стырить. Мне эта игра почему-то в детстве не очень сильно зашла. Я помню, в нее как-то сел играть. Что-то она мне не понравилась. Я пошел и обменял на другую игру. Потом что-то через, там, недели-две или месяц, я не помню точно. Я, короче, захотел снова в нее поиграть. Купил. И что-то так разыгрался. Капец, она понравилась. А потом мне пришлось в лагерь детский ехать. Родаки меня туда скинули. Там, военный детский лагерь, ну, там, такая жесть была. Но я так хотел вернуться домой скорее и пройти эту игру. Ну, приехал домой, когда после лагеря. Я ее прошел. Блин, игрой был доволен. Довольно-таки прикольная. Очень атмосферная. Чем-то напоминает Elan The Dark 4 The New Nightmare. Мне такое чувство, что они, возможно, планировали эту игру и сделать Elan The Dark. Но что-то в последний момент, возможно, они что-то передумали и решили все-таки сделать какую-то отдельную игру. Где чувачок лазит по русскому кораблю. Там сражается с какими-то зомби. То ли, я не знаю, как они, одержимыми. Ну, непонятно, в общем. Я сюжета не помню. Проходил в последний раз эту игру. Вот, наверное, в году 2006-2005. Вот так где-то. И вот, в принципе, она сама по себе очень крутая, атмосферная. Ходишь по кораблю, его там трясет. Там может волной тебя снести. Там что только может не произойти. Интересные боссы, страшные. Такая вся игра. Считайте, в море мы находимся. Точнее, в океане тихо, насколько я помню. Вот. Ну что, с распаковкой мы закончили. Я предлагаю взглянуть на эти игрушки. Как они что работают на моем телевизоре. Не на том, на старом, а на современном, где мы в прошлую распаковку CD-игр рассматривали. Ну что ж, пойдемте, посмотрим. Так, вот моя коробка 360-я. Вот. Мила Ёлович нас встречает на экране. И мы сейчас рубим игру пилу. Блин, приятный звук такой. Сейчас заценим, что там за игрушечка такая. А, идет загрузочка. Ну я надеюсь, все будет нормально работать. Не как всегда. Сав. Конами. Конями. Так, ну давайте уже. Это зомби студия делала, получается. Ну, будет прикольно. О, знакомые звуки. Вот так она четенько выглядит. Ну, слушайте, выглядит реально круто. И персонаж отражается. Ё-моё. В коем-то, видите. Так, и что тут у нас? Замок. Ага, кодовый замок. Ну, конечно же... Блин, как это Silent Hill 2 ремейк напоминает? Так, уло. Один, три... Один, три, четыре. Один, три, четыре. Так, и... А-а-а, или четыре, три, один. Эй, ладно. Потом на стриме, если что, пройдем. Или прошли уже. Давайте следующую игру. Так, момент истины. Запустит мой Xbox. Не запустит ее. Сейчас мы ее узнаем. Опа, 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 опа. Требуется обновление. Давай потом. Или сейчас. Ну, ладно, ждем. Как загрузится снова. А, нет, гляди-ка, оно быстро. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Сейчас, бац, ошибка какая-нибудь по-любому. А, нет, глядите-ка, все хорошо работает. Хм. Interesting. Так, ну я понимаю, что Xbox с Xboxом. А игра где? О-о-о. Так, о, что-то грузится. Опа, 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 опа. Е-е-е-е, игра пошла. Ништяк. На Xbox 360. Так что покупайте Silent Hill 4 The Room для Xbox 1. Он у нас спокойно пойдет на Xbox 360. Так, ну я никаких новшеств не вижу на Xbox. Ну сейчас посмотрим. Что-то тут еще есть. Все, воспалили моё имя и фамилию. О, боже. Е-е-е. Ну-ка, давайте New Game. Normal. Так, ну все хорошо работает, только я не понял, на какую кнопку заставки пропускать. Вот это вот странно. Так, а, смотри-ка, этот ролик пропускается. Почему-то с этой синьки не пропустился он. Ну что, погнали? Рестлерить. Ну тут загрузки, как мне кажется, побыстрее немного идут, чем на PS2 версии. О, вот это можно заставкой сделать чисто для этого, для этого выпуска. Так, а как быстрее ползти? Как бегать-то? Как в этой игре бегать? Маш на нолик. А хрен поймешь, кстати, как бегать здесь. Но я хочу посмотреть, как драться он будет, как оружие выбираться будет. Вот это вот самое интересное для меня. В принципе. Так, а реально, как быстрее ползти-то? А, все, разобрался. Уи-и-и! Я родился! Так, ну в принципе, такие же загрузочные экраны, как и на Соньке. Ну, второй Соньке. Так, момент истины. Как оружие брать? Ну-ка. Так, погоди, это что кнопка? А. А нолик это бег, да? А, да, гляди-ка, точно. Ну, как на PS2, в принципе. Так, а карта? А, ну, слушай, ну тут управление нормальное, как она Соньке-2. Так что все будет работать. Ляк какая-б... А что у нее с бровью? Смотрите, с глюками идет. У Синтии монобровь. А я, Синтия, смотри, это жесть какая-то. Че с ее лицом? Оу, щит! Ну, это реально выпуск на Хэллоуин. Капец, а че такое? Странно. Смотрите, реально прям жесть. Блин, она была самой симпатичной в игре, в принципе. Капец, просто, ребят. Ладно, пойдемте врагов завалим. Следующую игру глянем. Погнали. Ну, Синтия, ты меня напугала, капец. Все-таки PlayStation 2 версия будет мой фаворит. Ну, графон, я скажу, что тут получше, мне кажется, чем на Соньке-2 даже. Вот это интересно. Так, бьем собак. Вы где, тварь? А вот вы. Подожди, а че он... А че он не бьешь? А-а-а. Они сейчас мне захерачат. Походу. Пси на чертова. На-а-а. Тебе че, мало? Ах ты, тварь. Так, топтай, топтай ее. Е-е-е. Ну, короче, в таком духе все. Пока управление нормально все чувствуется. Я боялся, что какие-то кнопки не будут воспринимать. Ладно, давайте врубим Соник-2 и следующую игру. Следняя игра в этом топе на PlayStation 2. Конечно же, Cold Fear. Так, ну, у меня чипованная Сонька-2. Это девятитысячная модель. Е-е-е. Эм... Что? Погодите секунду. Вторный запуск. Что-то игру не прочитала. Я не понял, почему. Либо я плохо вставила. И че-то корет она. Прям дико орет. А, все, нормально, зачитала. Я испугался. Ну, че с херня? Ну, посмотрим на заставочку, как игрушка сама выглядит. Сто лет мне не играл. Так, у меня тупит телевизор, как всегда. Когда надо снимать что-то, он начинает тупить. Так, давай на 21 звук сделаем. Е-е-е. Вот эта фирма раньше была, которая ужасы делала. Так, ну, мы хотим глянуть игрушку саму. Ну, помните эту штучку? Да, тут английский язык, так, к сожалению. Русского нет. Сонька, слышите, забудела? Блин, какая за заставка здесь, в самом деле. По-моему, если кнопку старт не нажать, то тут музыка будет кайфовая. Давайте послушаем ее. Я не знаю, сколько ждать нужно, но она, по-моему, быстро будет. Я надеюсь, за нее авторские права не придут, а то придется вырезать этот момент. Но это будет жестко, если за нее еще и права придут. По идее, не должны. Но сейчас проверим. Давай. Не-не-не-не. Там, по-моему, этот... Не помню, как же ли его... Мэрлин Мэнсон, по-моему, играет. Во! Ну ладно, этого момента много не надо. А то еще авторские права потом придет. И придется звук удалять. А смотрите, тут экстремальный уровень сложности еще всяких реть. Так, на заставочку мы пропустим. И попрем. Потихой. Да будем закругляться, прощаться. И типа того. Сейчас геймплейку покажу немного. Так, ну вот игра начинается. Окей, пипл. Погнали, пипл. Так, 6 секундную камеру возьму по-другому, чтобы заснять боевку хотя бы. Ну, как тут целиться? А, L1 прицел. А, смотрите, а тут удобно, как под эти современные хорроры. Так, а как бежать? Ну, слушай, очень круто выглядит. Ну, слушай, круто. А, у него еще стамина здесь, капец. Насколько помню, нам сюда. Нет. Уи-и-и. Так, главное, что нас волной не смыло. А, вот сейчас чувака волной смой, по-моему. А, ты охренел? На. Хрен, Настя. А, что нас не унесло? Блин, ну шикарная игра играется, слушайте. Вот это да. Заходи. Блин, четенькая игра выглядит, очень нравится, капец. Четко, классно, зашибись. Мы окруженные, они повсюду, они идут прямо на нас. Тихо, они могут нас услышать. Помогите мне открыть эту дверь. Она закрыта на ключ, мы пропали. Мы так не разговариваем сейчас. Осторожно, она у нас здесь за углом. Чет, 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 чет. Огонь! Ээээ. Огонь! Так, все, они взорвались. Отлично. Ну, вот такая прикольная игрушка. Cold Fear. Ну, а на этом, пожалуй, у нас все. Вот такая вышла зловящая игровая распаковка. Это уже 17 выпуск. Извиняюсь, что он получился, возможно, каким-то коротким. Не знаю, обычно я побольше снимаю там побольше посылок, побольше каких-то скетчей. Но в этот раз у меня не удалось, так как у меня всего три дня было на то, чтобы я это все снял, смонтировал. И как-то так. За это извиняюсь. Ну, а если кому-то она понравилась, то я очень рад. Поделитесь этим видео с кем-нибудь. Подпишитесь на мой канал. Приходите на следующие распаковки. В следующем месяце у меня выйдет, что посмотреть. Топ-5 фильмов ужасов про молодежь уже будет шестая часть. И, конечно же, будет 18 игровая распаковка. Там тоже будет кое-что интересное. Много посылок пришло и одна большая пришла. Думаю, вам понравится. Там много чего нового будет, что вам рассказать. Ну, а на этом у меня все. С вами был Герберт Вест. Моя зловящая игровая распаковка. 17 выпуск. 2 сезона. Все. Всем удачного хейлоуина. И всем пока. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Давай глянем этот крим шлиф. И вот мой костюм на хэллоуин. И, конечно же, полетим на Роберт. Ну, какой же хэллоуин. Пронесло. Не, по башке. Ничего, прицелиться. Ой, прости, пожалуйста. Не хотела сильно. Да-да-да. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А, так же, еще на КБ. А, так же. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok